Культура питания Я считаю, это отдельная дисциплина, когда человек наблюдает и следит за своим питательным режимом и распределяет все свои продукты, также раздельное питание и режим. Ну, побольше овощей, фруктов. Завтрак хороший, ужин поменьше. Даже не знаю. Культура питания, я думаю, это правило этикета? Как вести себя правильно за столом? Ну, порядок, то, что человек питается. Чем питается? То есть это не фастфуды, это здоровое питание, так думаю. Здравствуйте. В эфире «Культурный код». Вы заметили, что мы часто ассоциируем, допустим, французов с бокалом вина и сыром, немцев с пивной кружкой и сосисками, а казахов с мясом и кумысом. Кто-то сочтет это стереотипом, мол, мы давно изменились. Но мясомолочные продукты и правда лежат в основе традиционной кухни многих народов Центральной Азии. Еще в XIX веке один из французских философов заявил, судьба нации зависит от способа их питания. Казалось бы, что общего у обычной еды и тем, как развивается народ? Сегодня культурному коду предстоит в этом разобраться. Мы поговорим о традиционной еде, которая является частью культуры питания. Ландшафт, климат и способ хозяйствования – вот три кита, на которых базировалась система питания любого этноса. Бананы в степени росли, так что нашим очень далеким предшественникам пришлось добывать еду иными способами. Оседлые племена сделали ставку на земледелие, а кочевники, как сказал Чокан Валиханов, ели, пили и одевались с котом. Для них он был дороже своего спокойствия. То, чего у степняков не было, они получали в обмен на животноводческую продукцию. Здравствуйте, Ахмед Алдашевич. Кто-то из ученых назвал питанием одним из уникальных элементов культуры. А если сравнить культуру питания кочевников и народов, которые жили, например, в Европе, то не могли бы вы привести какие-то отличительные признаки или сходства? Бытовало в свое время не совсем правильное, не совсем культурное даже понятие, что эти кочевники, откуда у них культура, какой может быть, они вот только своим мясом и кумусом жили и ничего не знали, мол, такое представление. Нет, для здоровья было очень много полезного в их питании. Мясо молочное основной был продукт. Особенно конское мясо. В свое время не совсем правильно было представление о нем, и поэтому даже во многих некоторых странах запрещалось. Но сейчас вот даже научно мы доказали незаменимые свойства этого конского мяса, конском жире, например, сейчас установили ли мы, содержатся такие факторы, как полинасыщенные жирные кислоты, которых раньше считалось, что содержатся только в оливковом масле и в жирах морских рыб. Ну, естественно, в Европе, значит, отличалось от питания наших предков то, что у наших этих кочевников предков значительно меньше было этих слабостей, для кусываемых углеводов. Благодаря сбалансированному питанию степняки не знали, что такое сахарный диабет, подагра, заболевания сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. Со временем в Европе, дореволюционной России и Америке оценили лечебные свойства кумыса и шубата. В свою очередь у соседей китайцев кочевники переняли традицию пить чай, а также научились добавлять в пищу некоторые целебные растения, использовать барсучи и сурковый жир. Скажите, пожалуйста, а как кочевники восполняли дефицит йода? Ведь у нас нет выхода ни к океану, ни к морю. Когда появляется облако тучи, и дождь идёт, это вот с этими облаками соокеаническими поступает йод. Йод – летучий элемент, быстро он через 3-4 дня улетучивается, и вот откуда, вот, где удалось сказать, знали. И в это время, когда после такого сильного дождя, мелкий скот всех искали, чтобы они, значит, паслись. И они, значит, йодом обогащали организм, особенно внутренние органы. И вот, ну, тогда, естественно, каждый день резали барашек и так далее, варили мясо, и вот когда вот эта самая печень долго не кипятили, только один раз кипел, забирает его, и режет на мелкие кусочки, и даже кровь появляется там, и его раздавали особенно детям, и женщинам, особенно беременным женщинам, всем. Оказывается, там вот много содержится йода. Вот почему не было тогда зоба, так? Зоб только появился в 30-е годы, когда уже весь скот забрали, и этого источника не было. И вот только тогда, придавав по огромной значению, правительственным постановлениям начали йодировать соль. Фастфуд, который зачастую вытесняет традиционную кухню, изобрели не сегодня. Еще в Древнем Риме были заведения быстрого питания. Их посещали люди из низших сословий и путешественники. Аристократам туда вход был заказан. Представляете, сенатор, тайком пообедавший в дешевой забегаловке, мог подорвать свой политический авторитет. И еще. Даже сегодня наш Дастархан, если на нем нет мяса, кажется обделенным. В этом смысле древним римлянам нас не понять. Для них самым важным считалось зерно. Из-за нехватки хлеба порой вспыхивали восстания. А вот фактов о том, что были массовые недовольства из-за того, что нет мяса, рыбы или овощей, историки не зафиксировали. Император Юлий Цезарь когда-то изрек – война должна питать войну. Походы и набеги были важнейшей частью и в истории конно-кочевой цивилизации. Создатель Монгольской империи Чингисхан был успешнее Цезаря. Возможно, потому, что один из секретов выносливости его армии заключался в особом стиле питания. Каждый воин обязан был иметь при себе глиняный сосуд для варки пищи, хотя при нужде мясо елось и в сыром виде. Кожаную баклагу на 2 литра для кумыса, молока или воды. А в сидельных сумках лежал неприкосновенный запас из монгольских консервов, сушеного мяса и сушеного молока. В книгах пишут, что если запасов не хватало, то монгольский воин рассекал вену своей лошади и пил струю крови, потом перевязывал рану жильной ниткой. Полкилограмма крови достаточно для насыщения, а для выносливой лошади это неощутимая потеря, и за короткое время она восполняется в организме. Или еще один факт, который, вероятно, удивит посетителей ресторана с мишляновскими звездами. В 1806 году при завоевании Кавказа калмыцким войскам приходилось питаться особым хлебом. Тесто, завернутое в виде блинов, пекли под мышкой у верблюда, который заменял в монгольских войсках обоз. Конечно, война диктует свои законы. А в обычной жизни намады придавали большое значение гигиене приготовления пищи, избегали несдержанности в ее употреблении. Ученые только удивляются, откуда у степняков было знание о бифидобактериях или о том, что в рацион нужно включать злаковые. А о старинных технологиях консервации сегодня пишут целые диссертации. У кочевников существовала масса способов, которые дошли и до нас. То есть мясо вялили, солили, подсушивали и затем хранили в муке. То есть в мешках с мукой хранили. И вот это мясо, в котором выпарена вода, по большей части, которое обработано солью в виде консерванта, вернее, в качестве консерванта, оно сохраняло свои свойства питательные, сохраняло свои вкусовые какие-то, приобретало другие, может быть, оттенки. Но, тем не менее, это мясо могло с людьми путешествовать, сохраняясь в довольно длительный промежуток времени. А как обрабатывали молочные продукты? Молоко должно было обязательно быть кипячёным, либо сквашенным. То есть сквашенное молоко, оно обладает теми же свойствами, то есть оно тоже избавляется через те самые полезные бактерии. То, что мы сейчас в виде йогуртов, бифида каких-то, лакта и прочих напитков, насыщенных вот этими бактериями, мы получаем. Это знали наши предки, и каким-то образом они сквашивали при помощи чего-то, добавляли в сосуд с молоком и сквашивали его. Скажите, пожалуйста, а насколько были в ходу столовые приборы у кочевников? Большинство блюд, которые были нежидкими, употребляли руками с общего блюда. И, значит, для казаха, особенно мужчины, обязательно было наличие складного ножа, ну, либо нескладного, может быть, в какие-то другие, да. То есть нож должен был быть обязательно у каждого мужчины. Но вот этот нож, он был не в качестве оружия, он использовался для снятия мяса с костей, он мог использоваться по каким-то хозяйствам, да, нужным. Довольно большое распространение у казахов имели деревянные ложки. Деревянные ложки, которыми пользовались, ну, употребляя жидкую пищу. А для того, чтобы наливать, казахи вообще очень хорошо умели обрабатывать дерево. Есть очень много разных видов посуды из дерева, включая даже большие такие блюда, на которых подавали вот это наше мясо, ед. А что касается, ну, ножей и вилок индивидуальных, это, конечно же, уже гораздо более поздний период. И, ну, я бы даже сказала, что это произошло в советский период. Появилось такое понятие, как городская культура. Городская культура, урбанизация у нас началась в 30-е годы, к концу 30-х годов. То есть она начала складываться в середине 30-х годов, и вот развивалась всё это время, ну, вот до сегодняшнего дня. Могу только сказать, что, конечно, казахи знали вилку, но они ею не пользовались в виде столового прибора для того, чтобы есть этой вилкой. О существовании вилки может говорить даже название рода – шаншкла. То есть это те, у кого была вилка. Ну вот как эту вилку использовали, шаншка вилка? Как её использовали? В каких случаях? Ну, точно не за столом, не тогда, когда, не во время принятия трапезы. А скажите, пожалуйста, а что собой представляли правила приёма пищи у наших предков? Этикет начинается, наверное, всё-таки ещё с момента приготовления пищи. Тогда, когда, значит, то есть есть определённые этикетные формы, касающиеся забоя скота. То есть не абы как, не просто взять и как вот сегодня захотелось забить скот, а следуя определённым каким-то традициям, соблюдая определённые правила. Когда речь идёт о заготовке каких-то продуктов, там тоже существовали определённые технологии, которым следовали. И, конечно же, особый этикет существовал, касался застолья. В культуре многих народов мира трапеза имела определённое знаковое значение. Частично это проявлялось через состав блюд. И, конечно, важной частью культуры питания был этикет. В каком порядке рассаживались гости? Как распределялись, допустим, мясные блюда? Всё это превращалось в определённый ритуал. Он раскрывал сложную картину межличностных отношений, связанных с полом, возрастом, социальным статусом участников трапезы. Так что далёкий французский мыслитель был прав. Способ питания и в самом деле важен в судьбе нации. В 20 веке переход кочевников к осёдлому образу жизни, перемены в обществе привели к коренным изменениям в питании, его структуре и организации. Этот процесс продолжился и в 21 веке. Порой кажется, что всё растворилось в глобализации. Тем удивительнее нам было обнаружить, что по сравнению с другими элементами материальной культуры, именно в культуре питания, заметнее всего, сохранились традиции нашего народа. Культурный код завершился. Его выпуски вы всегда найдёте на сайте канала Белим Женя Мадиньет. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова